Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем учиться с вами говорить на великолепном британском акценте. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English, поехали! Мои дорогие друзья, вообще в предыдущем ролике я рассказывала о разных акцентах, как и в Англии, так и в Америке, какой лучше выбрать и нужно ли вообще говорить с акцентом носителей. Если вы его не смотрели, обязательно вернитесь к нему. А сегодня мы поговорим о британском акценте, и если вы хотите его натренировать, то я вам дам просто пять простых советов, которые вам помогут звучать ближе к носителям британского акцента. Готовы? Погнали! Итак, первое правило это произношение звука R или R. Смотрите, буква R читается как именно R только в начале слов или слогов. К примеру, risk, wrist, write и так далее. В конце слогов и слов она у нас не произносится, и обычно эти слоги читаются как длинные гласные слоги, например, как car, да, машина, либо как doctor, да, у нас здесь в конце O-R, здесь у нас будет звук schwa, о котором мы тоже с вами сегодня поговорим. Doctor, да, то есть R опять у нас не произносится. Вообще это характерно как бы для классического британского произношения. Когда вы поедете в Англию, если вообще будете путешествовать по всей Британии, то вы заметите то, что в разных-разных регионах и в разных странах королевства этот звук может варьироваться. Некоторые даже говорят его, произносят его как R, например, в Рландии или в Шотландии. Окей, теперь давайте поговорим, собственно, о звуке schwa. Почему я хочу на нем остановиться? Потому что это самый распространенный звук безударных гласных. Он может у нас заменять такие гласные, как O, A, иногда U, иногда E. И вот сегодня мы с вами посмотрим. Почему он так важен? Потому что он опять же самый распространенный, и он нам как раз поможет приблизиться к вот этому вот акценту носителей. Смотрите, как мы его, во-первых, произносим. У нас должно быть все расслаблено, все наше лицо, весь наш рот, все абсолютно расслаблено. И представьте, как будто на вас немножко вот с боков давит кто-то. И вы произносите звук E. Этот звук что-то между A, O и E, по сути. Давайте сейчас его потренируем именно в словах. Смотрите, он у нас может заменять, как я уже говорила, безударный слог, в котором у нас содержится буковка A. Например, как в слове banana. Да, здесь у нас какой ударный слог? Второй, правильно? Второй слог у нас будет произноситься как E или A в разных акцентах. Можете говорить banana, можете говорить banana. А вот два остальных слога, первые и последние, они у нас безударные. И вот здесь у нас как раз появляется этот звук шва. Banana. То есть это никакой не... Banana, или как мы можем еще произносить с нашим русским акцентом. Но тренируйте вот это шва. Banana. Еще пример. Away. Away. Не away, не away. Away. Да, полностью расслаблено. Away. Еще у нас этот звук может появляться в слогах с буковкой И. Например, как garden. Garden. Да, первый у нас слог получается ударный. Здесь у нас долгий звук А. Во втором случае у нас появляется шва. Garden. Не garden. Да, как многие говорят. Или, например, correct. Здесь у нас безударный слог содержит буковку О. Второй у нас ударный. Correct. А первый у нас произносится как correct. Не correct. Correct. Да, и вот когда вы натренируете этот звук, у вас получится звучать более близко к носителям языка. Кстати говоря, если вам недостаточно той информации, которую я вам даю сейчас, можете еще перейти на сайт BBC Learning English, и там замечательный человек, если я не ошибаюсь, его зовут Том. Вот, мы ссылочку оставим где-нибудь в описании. Он как раз говорит об этом звуке шва, можете его послушать, он британец, да, может, вы ему доверяете больше, чем мне. Вы его послушайте, потренируйтесь, повторять вот это все дело в предложениях. Следующий звук, который мы с вами рассмотрим, это так называемый глоттал Ти. Смотрите, когда я произношу просто звук Т, к примеру, в слове that, он у нас мягкий, да, немножко с придыханием. Вот, кстати говоря, если хотите натренировать просто вот этот вот звук Т, он у вас не получается, можете перед собой ставить листочек бумажки и заставлять этот листочек бумажки двигаться. Да, вот, когда он двигается, значит, вы правильно произносите Т. Да, видите, он у меня падает. Вот, в чем смысл глоттал Ти? Вы, у вас, в принципе, во рту происходит все то же самое, когда вы произносите Т. Единственное, что у вас язык не касается неба, то есть он как бы закручивается, но в итоге не касается его. И у нас получается такой звук. Да, да. То есть у меня язык, вот он закручивается внутри, но не касается неба. Этот звук очень сильно распространен по всей Британии. Вот, единственное, не переусердствуйте с ним, потому что можете звучать как кокни. Вот, а их не очень любят, особенно за пределами Лондона. Только чш, никому не говорите. Итак, смотрите, где у нас этот звук появляется? Во-первых, он появляется в конце слов, да, например, как that. Да, я не говорила об этом, the. Да, вот здесь вот у нас появляется. Может появляться в середине слов, например, bottle, да, не bottle, bottle, или слово water, water, не water, а water. Вот, только, опять же, не пересердствуйте с ним, потому что можно звучать, во-первых, глупо, во-вторых, ну, просто не надо. Да, можете его пускать просто в конце слов. И еще, кстати говоря, понимание этого звука очень вам поможет в прослушивании, да, когда вы слушаете носителя языка, то можете понять, что вот здесь вот он опустил эту букву, значит, он сказал вот это вот слово. Так что тоже имейте в виду. Итак, еще один звук, который нам поможет звучать как королева, это звук оу. Да, смотрите, американцы говорят оу, у них просто звук о везде, оу, оу, например, как оу май гад, оу май гад. В Британии говорят оу, оу май гад, оу май гад. Да, то есть мы делаем, когда мы говорим звук оу, у нас очень сильно округляются наши губы. Когда мы говорим оу, у нас появляется, видите, такая как щелочка, ну, как будто вот такие оу, оу, оу май гад. Еще один пример. Ноу, да, нет, ноу. Или follow me, follow me, не follow, follow me. Да, вот вам еще британский акцент в вашу копилочку. И последнее, на чем бы я хотела остановиться, чтобы звучать более по-британски, нужно быть очень-очень вежливым. На самом деле там люди говорят практически за все thank you, покупая что-то в магазинах, либо звоня по телефону, когда вы хотите что-то узнать. Всегда говорят thank you, поэтому следите за своей речью. Можно, кстати, говоря эти вещи и перенимать, говоря на русском языке. Так что будьте вежливы. Обязательно тоже можно, нужно говорить excuse me, да, когда вы хотите что-то спросить. Excuse me, can you help me? Извините, пожалуйста, можете ли мне помочь? И, конечно же, sorry, когда вы что-то плохое натворили, да, наступили там кому-то на ногу, толкнули кого-то, нечаянно, да, обязательно говорите sorry, sorry, I didn't mean it. Вот, то есть вот такие у нас сегодня советы, используйте их на здоровье. Если у вас возникают какие-то вопросы, либо какие-нибудь идеи для следующих видео, обязательно пишите нам все в комментариях, мы все читаем, на все отвечаем. Я вам желаю успехов во всем, не только во изучении английского языка, но и вообще по жизни, и see you soon! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok